Я вообще рекомендую читать книги исключительно под задачу. По крайней мере, пока вам не стукнуло 45. Потому что знания вы получаете не из книги. Знания вы получаете из книги некие новые вводные, которые вас побуждают действовать как-то иначе, в чем-то. Если вы читаете про то, что вы не делаете, это не будет работать. Конспектирую ли я? У меня есть периоды, когда я отыскиваю новую какую-то задачу. И я в этот момент делаю разного вида карточки. У меня есть карточки, такие маленькие, они в таких автоматах стоят. Ну, не автоматах, таких, как в библиотеках раньше было. Значит, дальше у меня есть карточки, на которых я выписываю, как бы... Да, в эти карточки я записываю, это какие-то темы, и я написываю как теги. И складываю их. У меня есть складанные по тегам и складанные по авторам. Ну, если мне надо там кого-нибудь из авторов, я могу посмотреть, какие у него там теги. И написано в какой книжке, на какой странице. Вот это главное. Карточки у меня есть дальше, которые вот такого размера. Вот. Я в них записываю, когда какую-то мысль я поймал из книги, и я записываю. И дальше у меня есть большие карточки, куда я записываю теории. Но большие — это половина листа. Они твердые должны быть все, потому что потом ты их жамкаешь, и они будут некрасивые. Это твердые, нормальные. Дальше есть книги, которые я читаю для удовольствия. Значит, в основном это биографии философов, которых я, или фигур каких-то, которых я люблю. Вот. Это мое для удовольствия чтение. Дальше есть книги.